Национальный план развития конкуренции, рассчитанный до 2020 года, предполагает снижение государственного участия в экономике и снятие излишнего регулирования рынка товаров и услуг. В принципе, по нацплану предполагается, что к 2020 году на каждом товарном рынке или рынке услуг должно присутствовать не менее чем три хозяйствующих субъекта, не менее чем один из которых должен быть частным. Лучше всего обстоят дела с конкуренцией в производстве стройматериала, в сельском хозяйстве, аптечном деле, предоставлении услуг связи, пассажирских и грузоперевозках. Но есть и те сферы, где пока что не пестрит в глазах от многообразия предложений. Это рынки так называемых социальных услуг. Это обслуживание престарелых граждан, здравление детей, дополнительное образование детей. Это блок, услуг, ЖКХ, это водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. Это рынки с традиционной низкой конкуренцией, на которых присутствуют зачастую государственные и муниципальные предприятия. Еще одна тема заседания – ситуация с невыплатой заработной платы. В этом году в судебном порядке работникам удалось вернуть 14 миллионов рублей. В ряде случаев для нечестных на руку руководителей это обернулось возбуждением уголовных дел. Как наш регион по выплате зарплаты или по невыплате смотрится на фоне региона Центрального федерального округа? Наш регион по ЦФУ один из лидирующих и в положительной ситуации по задуманности по заработной плате. Потому что сейчас в основном, конечно, Москва нацелена на то, что те организации, где свыше 25 миллионов имеют задолженность, в отдельный реестр ведется рост труда. У нас таких организаций, слава богу, нет. А вот некачественные продукты встречаются. Одна из эффективных мер борьбы с подделками – традиционные смотры качества. В текущем году у нас такие смотры прошли по творогу, сыру и детские соки. Я думаю, вы все внимательно за этим следите. Около 30% продукции не соответствовало требованиям, в связи с чем данная продукция снималась с пола от магазинов. По вопросам качества не только продуктов, но и услуг, в первом полугодии поступило более тысячи обращений граждан. 98% жалоб удалось решить во внесудебном порядке. Александр Юров, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.